И тема наша сегодня — это Евангелие. Моя любимая тема, да, потому что это то, на чём строятся принципы моей жизни, я надеюсь, в вашей жизни тоже. Евангелие — это то, что поменяло нашу с вами жизнь. И у нас, как уже Юра говорил, как вы уже поняли, у нас проходит конференция «Смысл», где мы говорили как раз о смысле всего, и смысл всего — это Евангелие. Евангелие меняет наши души, Евангелие меняет наши жизни. И такое, наверное, с одной стороны заключительный аккорд для конференции, с другой стороны напоминание для церкви, с третьей стороны важное напоминание правды, важное переосмысление о том, а всё-таки Евангелие, значит ли для нас что-то сегодня, значит ли для меня что-то сейчас. И сначала хотелось бы поговорить про личное Евангелие. Это наш первый пункт личной Евангелии. Что такое вообще Евангелие? Евангелие — это благая весть, радостная весть, хорошая новость. И в чем заключается эта хорошая новость? В том, что когда-то человек согрешил. И, в принципе, это не просто когда-то, это мы с вами себя знаем, и мы продолжаем грешить. Иногда мы, к сожалению, решаем грешить. Потом исправляемся, потом каемся, потом как-то стараемся исправиться. Но, в общем и целом, мы знаем о себе, что мы грешные люди. И это началось достаточно давно. Чуть ли не с сотворения мира люди начали грешить, начиная с Адама и Евы, с первых людей. Люди согрешили. Они нарушили закон. Причем не важно, как именно согрешили. Важно, что если ты нарушил закон, ты нарушитель закона. Важно, что если ты убил, или если ты обманул, или если ты своровал, это ты нарушитель закона. Ничего не меняется. И, к сожалению, или к счастью, я не знаю точно, не мне судить, но плата за грех — это смерть. Бог так установил, что если мы не стремимся к Богу, то стремимся к чему-то другому. Если мы не стремимся к вечности, к вечной жизни, к тому, кто вечную жизнь дает, значит, мы идем в другую сторону. Значит, мы стремимся не к вечности. Значит, направление и вектор нашей жизни — это не вечная жизнь, временная жизнь, конечная жизнь. Жизнь, концом которого будет не рай, концом которого будет противоположность. Плата за грех — это смерть. И в чем хорошая новость? Хорошая новость в том, что есть выход. Хорошая новость в том, что Бог решил послать своего сына в мир для искупления наших грехов. Бог решил полюбить нас так сильно, наверное, полюбил нас так сильно и поэтому решил отправить самое дорогое, что есть, послать самое дорогое, что есть, отдать самое дорогое, что у него есть, это своего единородного сына для того, чтобы каждый получил шанс на спасение. Личное Евангелие — это потому, что оно касается тебя лично. Я подумал, когда готовился к этому собранию, к этой проповеди, а что значило для Иисуса Евангелие? То есть, когда мы читаем Новый Завет, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Деяние, мы видим часто, что Иисус проповедовал, самая первая его проповедь, покайтесь и уверуйте в Евангелие. Радостная весть, хорошая новость для всех людей. Людей, вы можете спастись, вы можете наконец-то прийти к Богу. Вау! Это замечательная новость, потрясающая новость. Потом мы видим в Деяниях, апостолы продолжают эту мысль. Первая проповедь Петра — покайтесь и уверуйте в Евангелие. Покайтесь и докрестится каждый из вас. Евангелие звучит постоянно, Евангелие звучит всегда, потому что это надежда для нас с вами. А что Евангелие значило для Христа? То есть он так радостно говорил о том, что «ю-ху, я на крест иду». Как будто бы Евангелие — очень неоднозначная вещь. С одной стороны, это радостная новость, но что значило это для Бога, я лично не очень задумываюсь. Я обычно говорю, что лично Евангелие значит для меня. А что Христос сделал для того, чтобы Евангелие было реализовано? Что Христос чувствовал, когда шел говорить, проповедовать о Евангелии, говорить, что «наконец-то, друзья, приблизилось Божье Царство, наконец-то вы можете спастись». И думал ли он в этот момент о том, что «я вообще-то умру за вас». Было ли для Иисуса Евангелие радостной вестью? Я думаю, это не тот вопрос, который нам нужно задавать, потому что Иисус решил так поступать. Иногда мы поступаем так, как нам нужно поступить. Иногда мы поступаем так, как мы хотим поступить, несмотря на то, что наши эмоции говорят о чем-то другом. Мы знаем важность вещей, мы знаем ценность вещей. И для Иисуса Евангелие было чем-то «я хочу, но мне жалко, что так». Мне кажется, вот такие чувства примерно получаются. Было бы проще, если бы люди не грешили. Было бы проще без того, чтобы Евангелие вообще понадобилось. Было бы проще, если бы люди оставались в раю. Бог решил менять этот мир. Для этого Евангелие было распространено. Я помню, я работал в одной компании, чтобы как-то для себя визуализировать, я вспомнил этот момент, для вас поделюсь. Я работал в одной компании, в магазине, и там были не очень простые времена. Доход фирмы был маленький, это была маленькая компания. Я помню, было несколько месяцев, когда идеи нашего заработка поделились с нами, ну, руководство этой компании. Нас собрали, меня и еще двух парней, директора, замдиректора фирмы, и говорят, слушай, у нас в компании мало денег. Просто, чтобы вы знали, мы хотим быть с вами открытыми, у нас денег мало, мы, ну, если все будет так продолжаться, наша компания закроется. Мы решили, подумали, посовещались вот с другом, ну, вот с замдиректора, да, вот они вместе, директора, замдиректора, посовещались и подумали, мы вот полностью сохраняем вам зарплату, мы уйдем фирмой в минус, но мы сохраняем вам зарплату, пусть все будет так, мы отказываемся от своей зарплаты, от своего заработка, от своего аванса, чтобы, потому что у нас с вами есть договоренность, потому что мы вас ценим как сотрудников, потому что мы вас любим, уважаем, мы понимаем, что вы планировали какой-то бюджет, планировали какие-то деньги. И в этот момент я стою, и у меня есть противоречивые чувства. С одной стороны, вау, зарплата, круто. С другой стороны, а вам что? Ну, это не очень честно, что ли? Это не очень справедливо, что ли? И как будто бы эта история для меня визуализирует немножко издалека, вот смутно то, что Христос сделал для нас. Я пожертвую чем-то своим, чем, что мне нужно на самом деле. Может быть, не так нужно, как другим людям, по крайней мере, в этой компании. Но то, что нужно мне, я пожертвую ради тебя. И это было его решение. Это не было мое решение. Это не то, что мы и компании пришли и сказали, ребята, давайте вы нам выплатите зарплату, несмотря на плохие условия в фирме. Это их решение было, мы в этом не принимали участие. Когда Христос пошел на крест, Он не спросил нас об этом. Это было его решение — примирить весь мир с собой. Это было его решение, на которое мы не можем повлиять. Мы не спрашивали, мы не требовали, мы, наверное, даже в какой-то момент жизни не чувствовали, что нуждаемся в этом. И, наверное, если бы нам не рассказали о вечной жизни, и не подумали бы, что мы нуждаемся в этом. Но каждый из нас нуждается. Теперь мы это знаем. И Иисус Христос решил, это его решение было, прийти в мир, чтобы искупить мир. Прийти в мир, чтобы у каждого была возможность спастись. В послании к римлянам в 5 главе 6 по 10 стих написано, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся с жизнью Его». Аминь. Правда. Иисус решил пожертвовать Собой для спасения тебя. И, слава Богу, Он об этом не спросил. Потому что, зная себя, я бы понял, что Иисус не надо. Только не за меня. Ну, лучше я, чем ты. Лучше пострадаю я, чем ты. Хорошо, что Иисус нас не спрашивал об этом. У каждого есть разное состояние сердца, и кому-то жалко очень. Кому-то, в принципе, нормально с этой новостью живется. Хорошо, что нас Иисус не спросил, умирать за нас или нет. И просто решил пожертвовать Собой за всех. И это очень хорошая новость. Для нас это очень хорошая новость. Это, слава Богу, что это не зависит от нас, это зависит только от Его решения. От решения быть с нами. И теперь хорошая новость остается хорошей вне зависимости от нашего решения. Потому что хорошая новость в том, что у каждого есть возможность спастись. Вы знаете, я подумал о том, что раз Христос умер за всех, то Евангелие актуально для всех во всем мире. Оно влияет на всех во всем мире, вне зависимости от того, верим мы сейчас или не верим. Решаем мы следовать за Христом или не решаем мы следовать за Христом. Иисус так решил, что это влияет на каждого в мире. Кто-то согласен, кто-то не знает, но возможность и шанс теперь есть у каждого. Евангелие касается тебя лично. Это не зависит от тебя, это зависит от Иисуса. И в этом очень хорошая новость. Это личное Евангелие лично для тебя. Но оно не только лично для тебя, оно еще и Евангелие для каждого человека. Это наш второй пункт проповеди. Евангелие для каждого. Я привык думать, что, знаете, вот о себе, по крайней мере, может быть, вы так же. Я с Богом, я в домике. Такой. Мой личный Иисус меня бережет. Personal Jesus. Да, это как в псалмах мы читаем, Давид. Я буду с Богом, а вы горите все. Уничтожите всех врагов моих. Я тут центр вселенной, центр всего. Интересная новость, потому что я тоже иногда так думаю. Я с Богом, я в домике. Я с Христом, меня ничего не волнует. Закрываем ушки, если что-то не нравится. Живем дальше. Иисус меня спасет. Иисус меня бережет. Христос за меня умер. Все хорошо. В какой-то момент в Библии мы читаем немножко изменения этого мышления. Когда люди начали говорить не просто как «мой Бог меня бережет», а «Бог бережет мой народ». «Бог спасает мой народ». «Бог спасает» Близких тоже спасает. Близких всегда спасал. В какой-то момент в Библии, уже в Новом Завете мы читаем, что оказывается мы каждый священник, и каждый строит личные отношения с Богом, близкие отношения с Богом. То есть это не просто уже избранные люди, которыми Бог лично говорил и выстроил такие близкие отношения, что «мой Бог меня бережет», «мой Бог меня спасает», «ради тебя я горосс вернул». А каждый человек теперь выстраивает такие же отношения с Богом, как герои веры, которые мы читаем в Библии, как герои веры, которые мы читаем в Ветхом Завете, как Моисей, как Авраам, как Давид, как все остальные герои веры. Мы такие же. Евангелие теперь проповедано для каждого. Не только для кого-то лично, не только для тебя лично. Сейчас у каждого есть возможность, и все могут равняться не на особенных людей в Библии, а на Иисуса Христа. Иисус умер за каждого. Это значит, что не только за тебя. Это значит, что Он свою жизнь отдал не только за тебя, и мой личный Иисус меня спасает, а еще и Его спасает, и Его спасает, и Его спасти хочет, и Его спасти хочет. Всех Иисус хочет спасти. За всех Христос пострадал. За всех Христос пошел на крест. Это Евангелие для каждого человека. И хорошая новость, о которой мы говорили, касается не только тебя. Она касается всех людей на земле. Не каждая об этом знает. Вы знаете, Бог совершил огромный подвиг. Отправил своего сына на крест. Многие об этом не знают. Многие об этом не задумываются. Многие об этом не размышляют в своей повседневной жизни. На многих это не влияет вообще никак в жизни. Некоторые люди предпочитают сознательно об этом не думать и игнорировать эту мысль. Но у нас с вами есть возможность поделиться Евангелием. Мы знаем, что Евангелие влияет на каждого человека. Мы знаем, что Христос умер за каждого человека. И у нас теперь есть возможность рассказать тем людям, которые еще Евангелие не слышали или не воспринимают всерьез. Евангелие — это не только про нас с вами. Евангелие — это и про наших ближних. В Луке, в 5 главе, в 17 по 25 стих, есть история о парализованном. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. «И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, разумея помышления, их сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному тебе, говорю, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом, славя Бога. Чудесная история. Замечательная история. Не очень понятная история. Не очень понятная из-за одной фразы. Видя веру их... Вау! На основании чужой веры Иисус простил грехи? Давайте сейчас не об этом будем. Давайте сейчас будем о том, что вера кого-то повлияла на других людей. Вера других людей повлияла на спасение. Вера других людей приблизила человека к Богу. Мы не знаем, мы не читаем про этого человека, что с ним произошло дальше. Решил ли он следовать за Христом или просто ушел домой. Мы знаем, что есть те друзья его или знакомые его, которые решили послужить человеку, и его грехи простились за их веру. Вера друзей повлияла на исцеление и спасение человека. Твоя вера может повлиять на чье-либо спасение. Достаточно посмотреть внутрь себя и тоже обратить внимание на людей вокруг. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы увидеть людей, которые нуждаются. Будь то в спасении, будь то в исцелении, будь то в каких-то материальных вещах, в эмоциональных вещах. Мы много что можем сделать для этого мира. Евангелие нужно каждому. И мы можем нести Евангелие в этот мир. Даже не просто можем, как бы Иисус заповедовал нести Евангелие в этот мир. «Идите», — это было повеление. У нас есть история с конференцией, даже две истории с конференцией, нет, одна история с конференцией, одна на этой неделе. Мы готовились к конференции, объявляли об этом достаточно много, долго, больше месяца точно. И на этой неделе во вторник ко мне подходит один служитель и говорит, есть одна девочка, вот она сейчас вот гуляла рядом с Лофтом и встретила женщину с собачкой, и вот она рассказала о нашем собрании, о церкви, и она хочет прийти. Можно на подростковое? Меня вдохновляет вера подростков. Меня вдохновляет, как просто люди пошли гулять и поделились верой. Пошли гулять, и это повлияло на что-то. Люди задумались о чем-то. Люди, ну, поменяли что-то в своем окружении, даже в незнакомом окружении. Есть еще история. На конференции в пятницу, мне кажется, в пятницу, у нас мы стояли и встречали людей с табличками «Добро пожаловать! Тебе сюда! Тебе на смысл!» Вот что-то такое. Одна бабушка проходит мимо. Там был один служитель, несколько подростков. И понятно, что мы всех не знаем, мы всех, кто приходит на конференцию в глаза, в лицо, по именам, по фамилиям, не знаем точно, у нас только есть список, поэтому мы зовем как бы всех. У нас табличка для всех. Подходит одна бабушка и говорит, слушайте, а можно? А что же здесь происходит? В конференции музыка громкая. А можно тоже к вам? Это крутая новость. Мы позвали ее на воскресное собрание сегодня. Вот, поэтому надеемся, что придет, верим, что придет. Вот, Евангелие нужно каждому. И это проще, чем кажется. Потому что в своем мире, в своем каком-то привычном своем состоянии, я привык, что да никому это не надо. Да я как-то один посижу, я как-то один посмотрю, я как-то, ну, там, близким скажу. Есть конкретные люди, с которыми я периодически общаюсь, ну и все. Хорошо, что подростки не такие, на них можно равняться. Хорошо, что подростки у нас выходят на площадку и говорят с людьми, которые гуляют с собаками. Которые просто вот с табличкой стоят, и все равно, кто подойдет, мы зовем всех на собрание. Это чудесно. Меня вдохновляют подростки этим. Простой верой. Слава Богу. Видя веру людей в этой истории, которую мы читали, человек исцелился и спасся. Видя вашу веру, люди могут спастись. Это Евангелие для каждого, и мы можем в этом принимать участие, чтобы оно правда было для каждого. Для каждого это значит, мы делаем что-то для людей вокруг, мы обращаем внимание на людей вокруг, мы те люди, которые проводники света в этом мире. Как Иисус говорил, мы свет мира. Мы можем светить. Мы должны светить. Иисус пожертвовал собой не только ради тебя, но и для других. Будь тем человеком, который влияет на этот мир и распространяет свою веру. Твоя вера может повлиять на кого-то еще. Хорошо, Евангелие. Когда-то Иисус умер. Но опять же, я же не просил. Мне же не сильно надо, наверное. Какая должна быть у меня реакция на эту новость? У людей в мире разные реакции. Кто-то со слезами на глазах говорит, я меняю свою жизнь. Кто-то говорит, мне все равно. Кто-то, как я в самом начале своих еще не христианской жизни, когда я только познакомился с церковью, говорил, если я заслуживаю наказания, я готов произнести наказание, это справедливо. Есть разные люди и разные реакции. Но есть реакция, которую Бог ожидает от нас. Наверное, правильная реакция, так сказать, на Евангелие. И перед тем, как мы прочитаем отрывок, тоже немножко о подростках, о подростковой группе, потому что это очень особенная группа, это очень нестандартная группа. Они взрослые, они понимают, что происходит вокруг, они осознают жизнь, они уже познали боль, утраты и все остальное. Они знают, что такое счастье. И они с детства знают Евангелие. Они с детства слышат о Христе, они с детства слышат о том, что Он за них умер, за то, что Он на третий день воскрес. Они с детства ходят в церковь, на программы разные церковные. То есть они с детства живут как христиане. Иногда в подростковом возрасте они решают жить по-другому. Но в общем и целом они все знают. И самая главная, наверное, проблема и вызов для взрослого поколения или для тех, кто уже посвятил свою жизнь Богу, донести все-таки смысл Евангелия. Не просто дать информацию. Они и так информацию знают. Донести смысл, а что же такое Евангелие? А как оно вообще влияет на тебя? Что для тебя лично знает Евангелие, хотя ты 15 лет о нем слышал? Как за пару разговоров повлиять на подростков так, чтобы Евангелие для них стало личным? Какую реакцию мы от них ждем? Вы знаете, средний возраст подростков, наверное, это 14-15 лет сейчас. Я думаю, вот я в церкви 12 лет, я тоже 12 лет слышу Евангелие. А я знаю, что в этом зале есть люди, которые по 20 лет в церкви, по 25 лет в церкви, по 30 лет в церкви. И вы 30 лет слышите Евангелие. Не стало это тоже привычкой, как у некоторых подростков. Это хороший вопрос, который нужно себе задавать периодически. Евангелие для меня актуально, или я привык жить как христианин. Когда-то принял решение, и теперь на решении живу. Это очень важный, правда, вопрос, потому что Евангелие живое, и на Евангелии есть реакция. Евангелие — это посвящение жизни Богу, а не знания и правила. Почему я об этом говорю? Потому что иногда замечаю это в себе. Потому что иногда, я думаю, я в церкви, я еще и служитель, нужно хранить стандарты. Нужно быть кем-то, собраться, выдать как-то, быть таким хорошим учеником, потому что на меня смотрят, мы друг на друга влияем, мы вместе, мы семья, тоже люди рядом как-то помогают. То есть, как будто бы в церкви христианином быть не так уж и сложно. Сложно сохранить веру. И в этом и есть правильная реакция на Евангелие. Я посвящаю свою жизнь Богу. Все остальное потом. В Деяниях 2 главе, с 37 по 38 стих, написаны слова после проповеди апостола Петра как раз, когда он сказал проповедь Евангелия. Вы распяли Христа. Есть Бог. Когда-то человек согрешил. Иисус решил пожертвовать собой. Бог решил отправить своего сына. И апостол Петр сказал, вы те люди, которые Христа распяли. Вы Бога убили. И нормальная реакция человека, который слышит эту новость. Услышав это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для обращения грехов и получите дар Святого Духа. Нормальная реакция на Евангелие это покаяние. Это изменение своего мышления. Это направление в сторону Христа. Это сделать Его главным в своей жизни. И реакция наша с вами должна быть такой же. В церкви ты, не в церкви ты. Только пришел первый раз сюда на наше собрание и услышал, может быть, первый раз в жизни Евангелие. Или ты уже 30 лет во Христе. Реакция на Евангелие это покаяние. Потому что так мы не похожи еще на Христа. Так много еще меняться. Так много стремиться. И у нас есть куда стремиться. У нас есть пример. И у нас есть огромная цель. Небеса. Где Бог есть. Покайтесь. И докрестится каждый из вас для обращения грехов. Давайте мы с вами изменим свои жизни настолько, чтобы Бог правда стал центром нашей жизни, если это сейчас не так. Может быть, вы пришли первый раз и для вас это новость. Хорошая новость. У вас есть возможность спастись. Может быть, нет. Может быть, вы давно в церкви. Может быть, вы чувствуете себя не очень. Может быть, вы чувствуете себя опустошенно. Может быть, чувствуете себя странно. Может быть, чувствуете себя разочарованно. Может быть, чувствуете, что уже давно живете по правилам каким-то. что Евангелие — хорошие новости для вас. У вас есть возможность спастись, покаяться и примириться с Богом снова. Вернуться на путь христианства. Вернуться к следованию за Христом след в след, как Он жил. Мне хочется, чтобы у нас с вами был сейчас какой-то, наверное, шаг, следующий в отношениях с Богом. Для каждого это будет свой шаг. Для каждого это будет, может быть, своё решение или своя мысль, своё переосмысление в сердце. Но мне хочется за каждого из нас, мы в разных состояниях, но помолиться, чтобы молитва была нашим первым шагом. И дальше мы будем планировать свою жизнь, а как нам менять, а нужно ли что-то вообще менять, хотим ли что-то поменять. Может быть, это поговорить с кем-то, может быть, исповедоваться в чём-то, может быть, отказаться от каких-то вещей. Давайте сейчас помолимся для того, чтобы наши сердца размягчились и стали готовы услышать Евангелие. Господь, Ты удивительный, Ты потрясающий, и Тебе вся слава. Спасибо, что Евангелие касается нас лично. Спасибо, что Евангелие касается не только нас. Спасибо, что когда-то Ты это решил, и это теперь не зависит от нас. Да, мы делаем свой шаг в сторону к Тебе, но Ты принял решение умереть за каждого из нас. И теперь мы можем только отреагировать на Евангелие. Мы не можем создать Евангелие. Спасибо, что Ты пошёл на этот страшный для Тебя шаг. Спасибо, что мы можем вновь и вновь, будь то неверующие люди, или околоверующие люди, неразобравшиеся люди в себе, или убеждённые в себе до глубины души верующие люди, приходить к Тебе и снова и снова направлять свой взгляд на Тебя. Спасибо, что Ты центр нашей жизни. И благослови нас на решении шаги для того, чтобы снова примириться с Тобой. Мы любим Тебя. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.